как образуется беспорядок вот почему образуется беспорядок ведь как бы все говорят о порядке все хотят жить порядке а почему беспорядок вот если мы сейчас создадим йогические про патрули по и пройдем по квартирам и жилищам и проверим все вместе ужаснемся наверно ужаснемся откуда образуется беспорядок наша жизнь отражения нашего сознания беспорядок начинается в сознании беспорядок в сознании превращается в беспорядок в нашем окружении и беспорядок в каких-то определенных сферах нашего сознания отвечающие за какие-то аспекты нашей жизни и приводит к появлению бардака в каком-то месте почему беспорядок образуется в каком-то одном месте а почему в другом его нет дальше поговорим об этом очень подробно по очень простой причине что беспорядок в сознании создает препятствие на пути свободного движения праны свободного движения энергии этот застой энергетический пранический застой в сознании и создает застой в нашем окружении превращаясь беспорядок хаос и бардак и чем больше этого бардака и хаоса в нашем окружении тем больше сферах тем больше в нашем сознании в тех его частях которые отвечают за разные сферы жизни больше там этого застоя больше там хаоса больше бардака бардак в сознании превращается в бардак в нашем окружении и если мы видим бардак где-то беспорядок беспорядок это означает что этого человека из серьезные проблемы в жизни и соответственно со здоровьем вы увидите как наведение правильного порядка позволит вам избавиться от болезни избавиться потому что йога ирведа санатанатхарма не лечит болезни она устраняет причины которых вызывает болезни уходят сами с собой любой бардак это серьезная вещь это симптом с одной стороны а причи и причина с другой самых разных проблем нашей жизни вы увидите это на практике когда вы находитесь в беспорядке и внутри хаосом дома или на работе этот хаос беспорядок создает препятствие на пути свободного движения энергии любое препятствие на пути свободного движения праны или энергии становится черной дурой куда эта энергия уходит по этой причине и находясь внутри этого беспорядка вы будете все время уставать вы будете все время терять прану будете чувствовать себя плохо вы будете на физическом плане даже просто-напросто больше и чаще болеть с одной стороны это будет потеря праны потеря энергии а с другой стороны это будет отсутствие сил и энтузиазма что-то в этой жизни поменять потому что вам просто будет физически не хватать сил на это будете непрерывно терять энергии вот мы обращали внимание что вы приходите в какое-то помещение и там почему-то быстро устаете приходите в другое вы не устаете совсем приходите в третье выходите оттуда с больше энергии чем вы вошли в него наверняка вы обращали внимание на это так вот если вы сейчас проанализируете те помещения где вы чувствовали упадок сил и потерю энтузиазма это всегда захламленное помещение чем более она захламлено тем больше потери энергии и сил потеря энтузиазма и желание чего-то в этой жизни изменить это такое болото которое засасывает туда вы все время будете чувствовать нехватку сил и энергии в таких помещениях это естественно опасная ситуация потому что она демотивирует вас вам не хватает сил на дела сил хватает только на слова в лучшем случае люди исходят словами а на дела у них сил не хватает обращали внимание много говорили о каких-то планах надеждах мечтах обсуждали обсуждали время прошло и ничего не случилось куда все силы шли в том числе в то окружение беспорядочное окружение в котором вы находитесь на работе или дома этого а и в том числе в то